Всем привет, с вами Ликтофон, и сегодня мы продолжаем играть в игру под названием Bloons Adventure Time TD. Я еще просто только что вспоминал про название этой игры, потому что я опять не сказал Bloons TD по привычке, и как раз таки остановились мы на том, что мы защищали наше Сладкое Королевство и Принцесса Бубульгум, которая сама себя заточила в околы, конечно. Так, тут нам говорят тыкнуть на персонажей. Финн, нам пора улучшить твой новый и старый меч. Как это? Так, тыкаем на самого нашего Фина. Классно, Эм. Принцесса Бубульгум, как мне улучшить свой меч? Это очень легко, я покажу тебе. Так, тыкаем на оружие. Выбираем его. Информация или снарядить? Ладно, информация. Перед улучшением оружия необходимо просмотреть его статистику и другие специальные возможности здесь. Давай лучше снарядить. Великолепно, я же говорила, что это легко. Да, давай вернемся туда и попробуем его на наших доездиновых врагах. Финн, помнишь пирожные, на которых было твое лицо? У нас у всех есть специальный талисман, который мы можем использовать для повышения уровня. Вот у тебя это пирожное, а чтобы повысить уровень, я готов. Это очень легко, попробуй. Сколько раз ты сказал, что это легко уже? Так, открытая ячейка, безделушка, бонус, 0-1 в базовой скорости атаки. Это было потрясающе. Я чувствую себя лучше, быстрее и сильнее. Это потому, что все твои боевые навыки возрастают каждый раз, когда ты достигаешь нового звездного уровня. Эти воздушные шары чертовски сильны. Нам нужно продолжать повышать свой уровень, чтобы победить их. Так. Да подожди. Чего? Нам даже не дают покликать. Понятно. У нас нет выбора. Продолжаем. Подожди, моя очередь. Хорошо, Джейк, получи мороженое точно так же, как Финн получил меч. Так. Безделушка. А вот и мороженое. Дает 3% повышения скорости атаки. Что-то там если наденет на Джейк. А, тут это есть. Скорость атаки взамен. Если наденет на Джейк, понятно. Так. Так. вкусно. Я чувствую, что полон энергии и сил. Боже, моя скорость атаки возросла в 3 раза. Это как раз то, что нужно, Джейк. Мы можем вернуться туда. Да, пошли. Я хочу найти другой шар желаний и получить еще мороженого. Прикольно. То есть, шары желаний это у нас как сундуки, в которых мы получаем улучшение для наших героев. Блин, я хотел посмотреть, какие у нас еще герои. Ого. Все только начинается. Теперь ты должен отправиться в УУУ и искоренить такую угрозу, как воздушные шары. Отправляйся... Да, отправляйся в захватывающие новые приключения. Заводи верных судейников. Находи мега оружие и тонны безделушек, которые помогут тебе в битве. Только не забудь о идее для Джейка. Чего ты желаешь? Пришло время приключений. По факту, приключения... Вот, предложи, Никита. На встречу приключениям. Часть 1. О, это то есть сюжет. Прикольно. Соберите два бронзовых сундука с песта. Зима близко. В свежем королевстве разблокируйте снежного короля. Так. Сейчас посмотрим. У нас как раз, видимо, все открылось. Угу. У нас здесь вытянется в Ульгум. Прикольно. Нам еще довольно-таки много чего предстоит открыть. Так. Силы. Новинка. Наносит дополнительный урон большим воздушным шарам. Прикольно. Так. Въезды. Ну, вот как раз-таки это и есть квест. Это три дополнительных шара желания. Мы получим и спройдем. А магазин? Конечно, не очень хочется что-то покупать. Ой, какая музыка. О, они так прикольно сделали. Слушайте. Прям как будто в магазин зашел. Ой, реально. Прикольно прям придумали. В этом плане мне прям понравилось. Так. Еще какие-то новости. Ладно. Все. Быстренько посмотрели. И теперь нам пора, наверное, выдвигаться сюда. Или не сюда. Открывается на пятом уровне. У нас только второй. Давайте сюда, наверное. Подождите. Вместо. Вперед. А вот сюда. Как воздушные шары добрались до У. Пришло время раскрыть карты и указать на виновного. То есть снежного короля. Ах ты, снежный король. Ледяной король, выходи. Мы знаем, что ты, что ты замышляешь. Моего мужа, снежного короля, сейчас нет дома. Уходите, Финнаджейк. Он все-таки сошел с ума, дружище. Хватит. Эй, посмотри, что ты наделал. Ты да это заплать. А мы что, мы сейчас против него будем или что? Что это такое? Сложно, непонятно. Так. У нас чего... Они покупные? Блин, они похожи все покупные. Ладно. Так, начинаем на обычном. Так. Так, в русском. Прикольная такая. Они будут так идти. Ой, тут такая музыка еще. Прям очень отличается от начала. Так, я бы сюда поставил Финна. Не, вот куда-нибудь сюда, наверное. Макса... А, не, вот сюда я бы Джейкоб поставил. И сюда может проводить Макса поставить. Все, теперь ускоряем. И смотрим, как у нас все получится. Тут прокачка прям очень большая у героев. То есть, тут, конечно, нет веток, как у других. Поэтому посмотрим, что у нас тут. А, тут цели. Понятно. Ладно, цели пока не будем трогать. Как есть, так есть. Так, раунд третий. Всего у нас сейчас 30 раундов надо пройти. Кликабельная ли тут карта? Что-то костер, по крайней мере, и пингвина не кликабельная. Очень грустно. Очень жаль. А то было бы прикольно взаимодействовать. Так. Вот сюда вот Джейкоб точно я бы поставил. Мне кажется, это прям самое то будет для него. Куда-нибудь Принцессу Бобульгум надо вот еще поставить, чтобы она замедляла. Так как замедление, все же, это очень полезный навык, который уж точно пригодится нам. Афин-то посмотрите, как идет-то. Ему вообще нормально. Бима нам сказал, что уже шестой раунд. Так, продолжаем. Теперь у нас открывать Бобульгум. Осталось бы только понять, куда бы ее нам поставить. Можно, в принципе, вот куда-нибудь сюда. О, тут... Сейчас попробуем добиться, чтобы она разблокировалась. Как тяжело, я в шоке. Пожалуйста. О, пускай вот здесь будет. Как раз нормально стоит, в принципе. И мы еще так нормально денег успели накопить за все это время. Так. Требуется три звезды. А, три звезды, это, видимо, нам надо шар желаний, да, этот открывать. И после всего этого у нас появятся новые навыки, которые мы сможем прокачать для наших героев. То есть тут у нас прям все герои, знаете, вот нет такого, что... Просто строения, которые повторяются. А тут они, похоже, их всех можно ставить всего один раз. И не все, правда, как герои. Какие-то, посмотрите, уже тысяча шаров лопнул. Какой молодец. Так. Еще рука молота. Молоток. Надо бы Джейку вкачать. И, по-моему, кстати, у него радиус атаки увеличился. Я надеюсь, что игра для вас не громкая. Я потом постараюсь для себя как-нибудь отрегулировать. Чтоб все было хорошо для всех. А так, в принципе, пока что все идет неплохо, все нормально. Бульгум, что ты... Безупречная, верная. Сьюзники, принцессы, Булгульгум. А какой быстрее? Подсказка. Растущие шары. А, ну мы знаем, что такое растущие шары. Еще с блонд, с ТД. Ну, как бы вот. Шары, которые постепенно восстанавливаются в здоровье, если их долгое время не бить. Так. Еще бы я сейчас финном прокачал. Потому что, во-первых, прокачка на него недорогая. Прямо есть так посмотреть. По сравнению с Джейком тем же. Так. Потрошитель Муап. Вот это, кстати, нам точно пригодится. Дополнительное повреждение Муап и более мощным воздушным шарам. Я, конечно, не знаю, будет ли здесь на 30-ом раунде Муап какой-нибудь. Ну, хуже от этого точно, наверное, не будет. Принцесса Бу-Любун должен находиться рядом. Ой, о. Этого я точно не знал. Ой, конфлированные шары. Кто у нас обьет? Пух. Справились. Я думал, что все-таки кому-то придется пройти. Я почему-то так и подумал, что это способность будет у Макса. Хотя в будущем, наверное, у нас появятся герои, которые также будут доступны. Кстати, вот у Джейка мощная ладошка появилась. И свяжи их. По-моему, этого не было. Ой, о. Сминцовые шары. Попробуйте использовать другие типа атак, чтобы не вслужить их. Это какие? Кто у нас сможет их пробивать? Ой, Джейк. Молодец какой. Ой. Джейк у нас все может. У нас все же тихо. Это слишком дорого. По-моему, все стоит. Устраняет камуфляж ее атаки. Прям круто. Так. Вот у нас и тридцатый раунд. То есть последний. Мы уже должны все закончить. Уровень проведен. Заснежные равнины. Монеты. Драгоценный камень. Шар желаний. Очки опыта. Ну, шар желаний. Он такой прям, знаете, серый. Значит, наверное, самый простой. Самый такой маленький. О, ничего себе. Бугульгум. Конечно. А. О. Союзник. Хотя, мне так кажется, этого союзника мы еще успеем получить. А безделушка было бы круто. Так. Два прокола дополнительных есть надета на Кэссе. Кто такая Кэссе? Ладно, давайте на всех случаях возьмем. А я реально не помню, кто такая Кэссе. Так. Ну, союзника потом. Нормально. У вас больше нет ничего. Давайте, давайте продолжаем. Все нормально. Так. Вторая карта. Мы можем взять безделушку. Но я пока не буду никакие безделушки использовать. Так как тут надо именно на Кэссе ставить. Вот потом получим ее. Я вас предупреждал, что вы поплатитесь за похищение моей принцессы. Получайте. Финн, он меня поймал. Холодно. Как же холодно. Не переживай, дружок. Ты скоро согреешься. Просто подожди немного. Отогреюсь. Не беспокойся. Этого добра там не хватает. Там хватает, точнее. Да. Так. Ничего себе, карта такая. Так, вот здесь, значит. Значит, я Фина вот сюда куда-нибудь лучше поставлю. Мне кажется, прям самое нормальное решение. Сейчас будем проверять на кликабельность эту карту. Опять же таки, что-то она не кликабельная. Даже Ледяной Король не кликабельный. Как так? Ну, ему там вообще нормально, слушайте. Играет тебе там. Спокойно. Чтобы это, яйца, вообще, сфокусировать всех героев в одном квадратики таком. Чтобы этому поставили вот принцессу Бубульгум посередине или куда-нибудь так. Куда-нибудь бы вот так. Чтобы, знаете, она отдавала потом всем другим бафы. То есть, теперь же еще у Фина будет какая-то способность, которую мы можем купить. Это, кстати, очень прикольно, что такое идет взаимодействие. Прям классно. Так. О! Джейк и Фин тоже тут у них. Особенно. Ну, конечно, про Макса я чуть не знаю, будет ли что-то у них. Потому что Макс для них, как просто, никто. Абсолютно. Так, ну, мы все равно его поставим ко всем остальным. Потому что Бубульгум будет же давать улучшение в своем радиусе. Вот видите? Персонажи в данной области приобретают увеличенный диапазон атак и колдующую... А, колющую силу оружия. Аж потом колдущую. Так, теперь мы всех героев поставили. И будем их прокачивать. В принципе, 4 героя в одном месте прям неплохо. То есть, сейчас они справляются совсем нормально. Тем более, 30 раундов это... Как мы убедились, это вообще не сложно. До сих пор мы не видели еще ни одного Моаба. Но мы же по мере сюжетки узнаем. Или же это надо идти на более сложный уровень. Ой-ой-ой, один-то прошел. Слушайте, все, давайте прокачивать. А, безопречная верность. То есть, теперь они, ну, вроде должны быть покруче. По крайней мере, быстрее уж. Так, рукомолот. Ноготопор. Еще мощную ладошку Джейка надо. И прям неплохо теперь идет. И, кстати, мне сейчас интересно, пойдет ли тут камуфляж так же на 2-4 раунде, как и в самой Блунстеде. То есть, если так же пойдет, то это прикольно. То можно будет опираться по другой игре и смотреть. Это облегчит, по крайней мере, нашу игру. Так, толчок прокачиваем. Еще Джейк Мастера на все руки. Все, теперь Джейк у нас прям прокачен очень хорошо. Вот тут третий, седьмой. Это, видимо, например, кексы надо давать. А у Джейка паста какая-то. Типа, макароны с каким-то соусом томатным. Может быть, как раз их вот из до третьего уровня вкачать, то и будет что новое. Так, давайте Макса прокачаем. Что-нибудь сразу видел камуфляж? А, кстати, на 25-м тут пошло. В принципе, недалеко ушло, но нормально. То есть, надо запомнить, что в 25-м раунде тут начинается идти камуфляж, чтобы вкачать Макса. Потому что пока же только он один пробивает его. Лопаньизация. Увеличивает пробивную силу острого оружия в пределах своей досягаемости. Неплохо. То есть, он всем увеличивает пробивную способность. Или я чего-то не понимаю. Если так, то это прям круто. Кстати, посмотрите, как Макс пока же так вправляется уверенно. Что? Трайзетый раунд тоже тут прошли. У нас только один раз шар прошел, а так-то все уверенно было. монеты. О, шар желаний. Очки опыта. Так, давайте открывать сразу же. Или что? Или у нас сюжетка? Понятно. Я просто люблю принцессу, а ты все разрушил. Почему тебе... Почему мне нельзя быть счастливым? Ты выпустил на волю эту заразу. Воздушные шары теперь помогут справиться с этим хаосом. Ой, теперь помоги справиться с этим хаосом. Я не имею к этим воздушным шарам ни малейшего отношения. Подожди, что? Ты хочешь, чтобы я тебе помог? Ты имеешь в виду как команда? Ты прав, это моя ошибка. Вперед, команда. Блин. Так жалко, что... Это не его ошибка, а он, видимо, просто хочет найти друзей. О, он замораживает шары, минусы, низкая скорость атаки не может взрывать белые воздушные шары. Типорожек, палочка, способность создания армии снежных монстров. Блин, прикольно. Повышение рейтинга. Начальные деньги теперь у нас увеличены. Так. Нажмите, чтобы забрать. Давай, давай, давай. Монеты. Драгоценные камни, четыре, неплохо. фанфики. Осколки шестьдесят. О, шар желаний, зеленый, причем. Силу нам дали еще. Интересно, кому нужны эти фанфики. Снежный король, реально. Так, еще шар желаний. Один из двух, у нас их два. Союзник. Абракаданиэль. Счастливая монета Джеймса и погребальное кольцо восстанавливает одну жизнь за раунд. У атак есть пятипроцентный шанс нанести двойной урон. Абракаданиэль, возможно, добрая душа, но с ним не следует шутить. Его магия трансформации превращает воздушные шары в безобидных бабочек. Давайте пробуем его взять, слушайте. Используется. То есть, у них есть еще какая-то синергия, типа, они усиливаются, если они вот вместе все там. Так, давайте сбрасываем. И сейчас у нас еще... А, ну это самый обычный. Эх, я думал, у нас два зеленых. Ой, давайте это. Конечно же, пломбир. Так, подсказка, разбиваем предметы. Если имеются ненужные предметы, их можно разбить. Осколки предметов используются для создания новых шаров желаний. Однако, разбитые предметы нельзя восстановить, поэтому тщательно обдумывайте данное действие. Не, ну пломбируем и забираем, это же для Джейка. Сбросить. Сбросить. На главное. У нас появилась одна сила. Ароматизированные свечи. Свечка АПП увеличивает скорость атаки всех персонажей, проделывает досягаемости и плавит приближающиеся воздушные шары. Прикольно. Так. Заходим к нашим персонажам. Вот у нас как раз где у нас Абрака Даниэль? Или я чуть не понял? А его тут нет. А как? А где он тогда может быть? А? Может быть я чего-то не понял. Так, безделушки. Что у нас тут есть? По безделушкам. А! Так это что? Дает повышение скорости атаки взамен если убит на Джейка. Ну да, да. Давайте тогда Джейку это отдаем. Так, вот у нас А, это уже на нем стоит. А что, можно еще поставить? Х2 А у нас их две, блин. Я думал, что это типа для прокачки. Или как? Мы можем улучшить? Похоже нет. Или... Ну может быть потом узнаем. Пока что по крайней мере нам ничего про это не говорят. Набор персонажей. Так. Квеста. О! Три шара желаний! Вот сейчас мы их вообще не открываем. А где, кстати, их нам дали? Алло. Персонажей 3. Так, новинка. Союзники. А, это так работает. Ого, слушайте, это интересно. И что это даст? Дополнительных персонажей. Блин, это правда классно. Так. Сразу же ему в панфики отдаем. Так, снежный король. Повышение уровня. Безделушка плюс одна. Базовая скорость атаки. Это что? А, это все его улучшения. Прикольно. Зато мы теперь поняли, куда у нас этот Абрако Даниэль пропал. Пройдите все три части. А, надо все три части, блин, пройти. Я-то думаю, уже сейчас дадут. Соберите два бронзовых сундука из песта Яблочный вор в землях трав. Давайте идем дальше. Продолжаем. Посмотрим, что у нас получится. Так, земли трав. Воздушные шары захотели с сад и не позволяют деревяшке готовить ее яблочные пироги. Уничтожьте их всех. Конечно, сейчас уничтожим. Какой-то Макс побитый, вы видели? Так, яблочный вор. Вот, теперь у нас ледяной еще наш король есть. Подсказка. Союзники. Ваши союзники расположены на поле боя, как обычные персонажи. Союзникам доступно ограниченное количество атак и улучшений, но они могут обеспечивать отличное прикрытие для усиления обороны. А вот у нас Абрак и Даниэль, кстати. Прикольно. Так. Сюда я бы у нас Джейкоб поставил. Это удобно. Прямо здесь мне так кажется, будет. Особенно, если его прокачать, то будет прям все хорошо. Как мне кажется. Теперь интересно еще потом поставить Снежного Короля и Абрака Даниэля. Это, конечно, название у них. Ну, к счастью, прям нормально выговаривается. То есть, не сложно нет прям такого чего-то. Опять, кстати, 30 раундов. У нас, видимо, если проходить на легкий уровень сложности, то у нас все карты будут по 30 раундов. Это, в принципе, нормально. Так, давайте поставим нашего Ледяного Короля. Так, поставить. Сюда бы, наверное, поставил. Посмотрим, как он будет замораживать. Ну, Джейк не даст этого прям показать. Нормально пока что. Чары Короны, воздушные шары замораживаются на более долгое время. движется медленнее. А Ледяные Молнии, Снежный Король метает Ледяные Молнии во все стороны. Интересно. Он как этот шпилькомет, слушайте. Реально. Блин. Нормально так-то. Больно. Так, сейчас нам тут поставить я бы Абракоданиэля поставил. какой у него радиус атаки-то большой. Вот сюда бы его как запасная вот линия быстрое колдовство. Нормально. Так, давайте рука молоток, ноготопор. Вот сейчас у нас ой, реально, слушайте, превращается нормально. То есть, он даже синий вроде бы за раз превратил и желтый. То есть, он не так быстро бьет, но при этом он прям запросто их всех превращает в лавочек. Интересно, будет ли он справляться с кауфлированными шарами так же. Так. Иногда бы я бы еще сюда поставил, чтобы у них пошла синергия. Надо прям видимо как-нибудь так поставить. Тогда они прям хорошо будут друг с другом стоять. В принципе, им в самом начале будет прям наносить большой урон. Немного его прокачаю. Прям в пузырьках. Никорог с мечом. Мастер меча. Они теперь прям должны наносить очень большое количество урона. Так. Подрешитель мап я даже не буду прокачивать, потому что это бесполезно, так как тут малов нет. в конце каждого раунда начисляют деньги из жизни. Ой, слушайте, давайте попробуем накопить. Это из-за того, что они стоят рядом друг с другом. Открылся этот скилл. Нормально. То есть и видимо у него открылся дай кулачок, а у Джейка открылся другой скилл, который он типа покрывает Джейка собой. Ой, покрывает дай кулачок, прикольно. То есть у них есть разнообразные такие, о, вы посмотрите, даже анимация была. Ой, проблемки. Реально. Капа проходит, ладно. Сейчас мы поставим максом. Просто пока чуть не судьба. А мы все равно кстати видеть хп повысим обратно. Нормально, да, уже. Уже немало хп сразу же. все, теперь наш макс видит конкурированные шары. К счастью. Так, больше дротиков. У нас уже тем временем кстати 29 раунд. Мы уже даже почти закончили. Все, макс прокачал еще быстрее будет бить. И эти камуфлированные шары он должен добить. Мне так кажется. И кстати, да, мы убедились, что Абрако Даниэль не может бить камуфляж. Урель пройден. Так. Я бой. Откроем сундук. Монеты. Драгоценный камень. О, прикодельки для Джейка. Шаро желания один. Очки опыта. Неплохо так-то далее. Нормально. Открываем. Для кого это? Плюс три прокола для при рукопашных атаках наносит плюс один урона керамическим. Слушайте, давайте лучше это возьмем. А, это вот кому мы можем дать? Допойно. Мода ждали достижения. Я желаю один. Так, подождите. Давайте снарядим это быстро Фину или Джейку. Слушайте, я бы, наверное, лучше Джейку нанес. Потому что Джейка я использую почаще. Мне он больше как-то даже нравится. Пока что, по крайней мере. Может, потом Финн дальше себя покажет с более хорошей стороны. Кстати, тут разные задания, если вы можете увидеть. Прикольно. А некоторые у нас еще закрыты и у них еще сложность повышенная. У нас достижения. Открыть пять шаров желаний. Это нам что, тут крутой шар желаний или что? Понятно. Это просто фотка. Подстава. Ого, так тут немало достижений. Наверное, сюда надо продолжать. Да, давайте. Первое мы справились. отправимся теперь на вторую карту. Тоже обычно выбираем. Ого, тут яблоко. Хоть я и не люблю яблоки, но они выглядят уж очень аппетитно. Так. А, так они прямо отсюда и выходят. Неплохо я тогда Джейкоб поставил. Тем более у него плюс трик пробивания. Это прям круто. Так, я бы сюда наверное вовольгом поставил. замедление, причем в самом начале то есть у нас двух сторон наверное так будет делать. То есть будет это очень даже полезно. Ну по крайней мере мне так кажется. В любом случае скоро мы уже об этом все узнаем. так вот все помимо того что она замедляет она тоже наносит урон. Прикольно. Просто я думал что это как клейметчик в блонд стаде который просто замедляет плюс конечно ему качать по верхней ветке то он будет тоже наносить урон. Причем неплохой а Бугольгум сразу же как бы наносит урон. Так добавляем синергии сразу же стан тоже сюда Макса и в принципе сейчас нужно лучше. Так надо было немного видимо Фина повыше ставить потому что он не попадает под радиус. так давайте продадим переставим в принципе небольшая у нас ошибка а понятно то есть у нас и даже как бы шансов то и не было это уже обидно это реально уже обидно что он просто так зря потратили 90 монет 90 монет мы потеряли ну да ладно так 11 раунд сейчас тут джейка прокачиваем и прям хорошо довольно таки идет так мощная ладошка джейка а публикум то вы посмотрите то есть она идет прям неплохо надо бы ее тоже немного вкачать а я понял союзники это ну вот как абракоданиэль увеличивает скорость атаки а вот это присутствие короля это именно видимо бафает наших героев наверное так оно и есть ладно опять немного заряди денег потратили теперь она должна стрелять быстрее типа снайпер а тут что умение обращаться оружием а в принципе нам этого радиуса предостаточно так джек джейк мастера на все руки вот это бы нам сейчас пригодилось прокачаем и будем наверное вкачивать макса чтобы у нас макс с камуфляжем справлялся потому что уже через 4 раунда пойдет у нас первый камуфляж так вкачиваем все теперь он бьет камуфляж но при этом мы его еще дальше вкачаем но при этом мы его еще дальше вкачаем чтобы он сильнее становился новости 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 Быстрый бросок. Больше дротиков. Ну, еще новости тоже можно было бы, в принципе, вкачать. Хотя у нас довольно-таки со свинцовыми шарами справляются все. О, он находит слабые места у мабов и наносит благодаря этому дополнительный урон. Это очень полезно. Ну, пока что как-то нам и без этого нормально. Потому что мабы мы еще не встречали. И в ближайшее время, наверное, даже не встретим. Потому что... О, уронь пройден. Я получил еще одно достижение. Так, монеты. Драгоценный камень. Панфик. Шары желаний. Очки опыта. Ну, в принципе, все стандартно. Ну, фанфик, прикольно. Конечно, идем дальше. А, а что дальше-то? Мы вроде все завершили. Тут всего два уровня, как я понимаю. Сундук. О, друг. Ценых камней. Шпять. Конфеты. Три. Сколков сорок. Шары желаний. Один. Еще одна сила. Конфеты. Это, наверное, для бабульгум. Слушайте. Блин. Надо было просто навестись. Так, открываем. И что там будет? О, деревяшка. Это что? Без собых свойств. Радиус плюс три с половиной. Давайте деревяшку возьмем. И сразу же Фину ее и отдадим. Так, и обычный шар желаний. Что тут будет? Без собых свойств. Без собых свойств. Все атаки наносит плюс один ровно. Воздушным. Так. Ну, я бы вот этот, наверное, взял. О, так он прям много кому может использоваться. Использоваться. Так. Сбрасываем. Сейчас у нас видео. Собирайте, купить. Че, насти, собирайте. А, создание шаров желаний. Понятно. Ну, пока, наверное, не будем ничего такого делать. Пока просто покопим немного. Потом постараюсь, может быть, и открывать. Так. Используем нашего нового союзника. Обезделушку. Вот такую наряжаем. Вот это вот, я не знаю, дает ли это какой-то бонус другим персонажам. Наверное, нет. Поэтому пока что не будем надевать. О, повышение уровня для Бобульгум. У нас почти четвертый уровень, кстати, сегодня чуть не хватает. Пройдите, приключение 3. Так, у нас опять шары желаний, кстати, выбыл. Неплохо. Неплохо. Что тут? Что тут? Уэлла. А, хотя тут? Лучше. А, давайте вот так. Устадим. О, видите, он просто для обычных обезьян. Так, главное. Главное. Персонажи. Сейчас Максу его экипируем как цивилизника. Снарядить. А он что? А что тут было один? Его и для него можно было снарядить, что ли? Или я чего-то не понимаю. Создать обычный шар желаний. Не, не, не будем создавать. Квест. Собрать. Соберите 3 бронзовых сундука из квеста пират в опасности в подводном городе и разблокируйте капитана Кэсси. Награда 50 кристаллов. Лучше давайте сходим, посмотрим. Так. Подводный город. Корабль капитана Кэсси сел на мель. Спасите ее корабль, чтобы она помогла тебе в битве. Кстати, это как раз таки ведь на нее нам уже предмет выпал. Потом разблокируем, конечно. Ох, сухопутные трюмовые крысы. Отчаян... Отчаяйтесь на палубе. Юта. Хе-хе, я сказал Ют. Кэсси? Макс, что ты здесь делаешь? Забудешь, что случилось с твоим кораблем? А. А теперь мой корабль плавает с рыбами на дне океана. Он-то... Ну, Макс, не напоминай. Так, спокойно. Кэсси, мы восстановим твой корабль. Может быть, мы можем даже найдем какие-нибудь сокровища. Нормально. О, тут уже, да, действительно по три. Я, может быть, попробую вне серии как-нибудь пройти на серебро или на золото. Может быть, в следующей серии что-нибудь пооткрываем, чтобы прикольно у нас было. Так, а что у нас тут для обычного? На кого можем сменить? А, у нас еще вот такой есть. Ну, нет, пускай у нас пока будет ледяная обезьяна. Так, начинаем. Ммм, водоворот. А, ну что, реально? Прям так и полетит? Какое-то очень странное у него направление, конечно. У Джейка я бы сюда поставил. А, тут даже с двух сторон они вот так вот. И нам надо бы куда-нибудь здесь поставить, наверное. Ну, Джейк, может, пока что сам вот первый ран, по крайней мере, уж должен справиться. Вот сюда. Вот сюда. Чтобы нашему Джейку было как можно проще. И он был как запасной вариант для нас. Так, продолжаем. Также у нас 30 раундов. Все довольно-таки стабильно. Так, атаку это воздушные шары и делает хлебные яблочные пироги. Замораживают шары круговой ледяной атакой. Ну, это, в принципе, как и в основной игре. Давайте сюда поставим, посмотрим, на что она способна. Ну, все это нормально, да. Ускоренное приготовление. Пироги готовятся и используются быстрее. А то есть она пирогами кидается? Ой, сказка трофея. Один из ваших персонажей уронил трофей. Это могут быть деньги, жизнь или какой-нибудь другой предмет. Например, шар желаний. Наведите курсор на трофей, чтобы забрать его. Не ждите слишком долго, трофеи исчезнут, если их не собрать в ближайшее время. А кто? О! А, ну это вот, понял. Все понятно. Вот как раз таки она вот и дает нам плюс хп. Хотя, ну, то есть, видимо, выше максимума мы пока что получить не можем. Но, как минимум, это уже прикольно, что у нас есть шанс такой, что еще мы надо повосстанавливаем. И урона она нормально так наносит. Хоть она, в принципе-то, и не дедыр, как говорится. Так, сюда поставим нашего короля этого, снежного. Абрака Даниэля я бы тоже поставил где-нибудь возле Фина и нашей деревяшкой. Бубульгум. Не, я, наверное, Бубульгум здесь поставлю. Чтобы она замедляла шары. Чтоб полегче было проходить. О, хорошо, что, кстати, Фина здесь тоже бьет. Там нормально. В этом плане. Ну, сейчас с Бубульгум должно быть прям намного легче. Пока что, наверное, не будем никого оставить. Попрокачиваем тех, кто уже есть. Конечно, потом нам точно надо будет поставить Макса. Потому что именно Макс справляется с Камуфляжем. Ну, вот другое. Мне вот интересно, зачем нам та же самая ледяная обезьяна, если у нас, например, есть ледяной король. Или наоборот. Типа, они же, наверное, похожи очень сильно. Или я ошибаюсь. Но, в любом случае, мы потом посмотрим, на что каждый из них способен. И как-никак он союзник, а союзники, наверное, не настолько сильны, как сами герои. Хотя, если сравнить по количеству героев и сотрудников, ой, сотрудников, а союзников, то их прям очень много. Их прям действительно предостаточно. Афин-то посмотрите, как справляется. Не зря я его вкачал. Так, хорошо причем. Так, прямо в пузырьках. Атакует самый мощный воздушный шар переделал его достигаемости. Так. Вот это и сделаем. Вверх умба еще прокачать. Кстати, вот действительно сверх умб прокачаем, и все, и махты не надо будет ставить. А, 700 мы точно успеем накопить, у нас еще 4 раунда впереди. В принципе, мы уже даже на этом раунде закупимся этим. Знакомство с оружием теперь. Что бы сделать? Ускоренное приготовление не будем прокачивать, так как у нас пока без этого, в принципе, хп-то на максимуме стоит. Атаку нам только хуже будет. В каком-то плане. Потому что мы зря деньги потратили. Радует, что, кстати, до Ледяного Короля и до Джейка почти никто уже не доходит. Так как мы довольно-таки тут уже хорошо справляемся. Ну, а на всякий случай я сейчас Джейка тоже буду прокачивать, наверное. Потому что она наносит также очень большое колесо урона. Очень хорошо помогает. Ну, Бугульгум, кстати, реально своим замедлением очень много урона наносит. И так же она вот, да, свинец видео он пробивает. За это я ему скажу спасибо. Молодец, она большая в этом плане. Так. Сейчас у нас уже последний раунд начнется. Ой, что такой Бугульгум-то не стреляет? Блин, один шар сейчас пройдет. Так, у меня достижение новое появилось. Я не успел его прочесть. Урайн пройден. Нормально. И обоих. Монеты. Драгоценный камень. Конфета для Бугульгум. Шар желаний. Очки опыта. Так, я пока не хотел, наверное, шар желаний открывать. Или у нас нет выбора? О, новый уровень. Начальные деньги увеличены. Ладно. Откроем. Раз так просят. О, бабочка с лазером. А что это такое? Он отказался от жизни, полное преступление. Чтобы сражаться с воздушными шарами, использует лазерное оружие, которое производит полное опустошение. Прикольный союзник. А это что дает? А, дальность. Блин, давайте одну бабочку с лазером возьмем. Так. Сбросить. Хочу сейчас поставить этого союзника кому-нибудь из наших. Ее можем? Да. Поставим как раз таки бубль гум этого союзника. Так. Продолжаем. Угу. Как много карт на самом деле. Действительно. Прям по одной тематике, конечно. Но. Большой выбор. Это прям классно. Так. Я бы сюда Джейка поставил. Конечно, они тут долго пока будут идти до этого места. Но, как-никак. Таки, как по мне, оно очень хорошо для него будет идти. Блин, что-то реально долго. Ну, вот смотрите. Он, кстати, вот так вот сейчас прям ударил. И очень хорошо наносил. Опять будем без синергии. Но зато фильм у нас в хорошем месте будет стоять. Я бы сейчас хотел накопить на бабочку лайзеров. Посмотрите, как она вообще будет бить. Как урон будет наносить. Это реально как, ну, как сервизник выглядит прикольно. Мне прям понравилось. Так. Почти накопили, кстати, уже. Здесь вот в этом раунде. Поставим куда-нибудь сюда в начало. Чтобы более внимательно смотреть на что она способна. Так. Вот, все. Сейчас она прям под спидами. Ну, нормально бьет. Ну, для союзника. Там же было написано, что Союзники не так прокачаны. У них нет такой возможности прокачать, как у обычных героев. Они не такие сильные. Ну, как запасной дополнительный герой. Это очень даже неплохо. Лазерный прицел. Увеличение радиуса. Атомное охлаждение. При лучшем охлаждении можно быстрее возобновить урон. Перезарядка, да, будет быстрее, наверное. Давайте тоже вот ее прокачаем. Посмотрим. В принципе, у нас как раз таки сейчас бабочка и финн вот справлять со всем. Так. Да, реально. Ну и все. Ну и все. Мы ее, в принципе, уже до максимума даже прокачали. Жалко, что у нее так мало прокачивания, что... Как герой действительно выглядит очень даже прикольно. Мне, по крайней мере, понравилось. О, тут даже до Джейка дошло. Прикольно. Так, теперь будем финна прокачивать. Чтобы он сильнее стал. Раунд 12. Еще лучше, еще быстрее. Такой-то еще быстрее, да. Колющие силы оружия. Тоже очень было полезно. Все-то у него, видимо, прорывание шаров усилилось. Здесь. Так, чтобы еще прокачать. Вот мастера меча. Все, в принципе, мы его даже уже на максимум качали. Сейчас бы я поставил бы Макса. Ну, по крайней мере, начал бы копить на него. Ну, бабочку, прям неплохо. Нормально. Для союзника. Хотя, я не знаю, может. Она же еще у нас считается как самым обычным союзником. А там даже какой-то есть оранжевый. Крутой такой прям союзник. И посмотрим. Может быть, когда-нибудь мы его получим. Увидим их разницу. И будем уже сравнивать. Кто сильнейший союзник в этой игре. А мне было бы, слушайте, интересно. Только... Единственное, что это, наверное, сложно будет получить. В любом случае мы постараемся. Так. Все, теперь у нас Макс видит камуфляж. Да, кстати, как раз-таки фиолетовые шары. А они... Вроде бы... Им все равно на лазер и на огонь. Если я не ошибаюсь. Вот, видимо, бабочка с лазером-то и... Ничего не смогла им сделать. Но она пыталась. Она молодец. Так. Быстрый бросок. И более острые дротики. Будем ему сейчас вкачать. Ну и новости. Да, новости. Потому что скоро уже... Венец пойдет. А Даджейка далеко. Еще нам... В самом начале будет стрелять и... Неплохого рода носить. Даджейка, скорее всего, у нас даже и не дойдет. Потому что наши прям хорошо справляются. Но сейчас будем его все равно вкачивать. Так. Не, он вообще не туда смотрит. Ему там так нормально это. Там шары ему в спину идут, а он... Да, мне все равно, че. Странно, кстати, что... Лазер не пробивает свинец. Может быть, это нормально, но... Почему-то мне так кажется, что он должен пробивать свинец. Чтобы там... Его фишка. По крайней мере, наносить урон по свинцу он должен. Ладно, как сделали, так сделали они. Почему бы и нет. Будем играть по их правилам. Тридцатый раунд уже, кстати. И все, мы его прошли. Так. Рейм пройден. И нам еще осталось одну пройти. Сейчас как раз таки ее пройдем. Завершим это... Задание. Откроем наши шары. Шары. Шары ланей. И пойдем дальше. Ой, точнее как. И будем заканчивать на этом серию. Ага. Потому что выходит она довольно таки прям насыщенная. Большая. Но к чему сделали? Прям очень много карт... Ой, что-то синее. Редкое. А 10% шанс оглушить любой воздушный шар на 2 секунды. Меньше время оглушения более крупных мол. Давайте возьмем. Конечно возьмем. Так. У меня путь на достижение я желаю 2. Так. Неплохо. Деньги плюс это... Кристаллы и осколки. Сразу надеваем кому-нибудь. Фину наверное все таки сделаю. Потому что финна на самом начале стоит. Вот. Нарядить. Вот. Теперь у нас будет прям непобедимым бойцом. Так. Продолжаем. Сыникард. Там кстати уровень сложности 2 уже. Неплохо. Нормально. Мы должны справиться. Мне кажется. В этом нет ничего. Прям... О, прикольная карта. Вот тут прям как будто знаете идеально для вовульгу. Давайте сюда попробуем поставить. По крайней мере посмотрим как она будет справляться всем этим. Может быть она действительно у нас и так сможет всем справиться. Плюсом замедление это же очень полезно. И параллельно будем копить на финна. И параллельно будем копить на финна. Ну влезло. То есть как раз таки удобно. В этом плане. Хотя я не знаю прокачаем ли мы или нет. Но в любом случае вот финна здесь поставить это как дополнительная помощь. Вот 10% шанс на стан. Тоже посмотрим как он будет работать. И будет ли вообще... Хотя в принципе так получается что... Пока что мы со всеми с первого раза проходим. И может быть мы заметим как раз таки вот разницу. Вот этот вот предмет. Только если будем играть на сложных уровнях сложности. Где будет больше шаров. Может быть где их сложнее будет пробить. И тогда мы заметим что действительно они там замедляются. Так пока что финна прокачаем. Вот этот шар. Они вроде бы одинаковые знаете. Но почему-то кажется как будто он поменьше. Но они вроде бы все таки одинаковые. Надо посмотреть. Может быть сюда влезет джейк. Поставить его. Ну как-то спорно. Очень спорно. Сюда вот так вот поставлю. И сейчас буду его прокачивать. Может как раз таки какая-то прокачка увеличивает радиус. Причем неплохо так. О! Он заметил. Фух. Так. Все атаки улучшают навыки. Вот за 600 мне так кажется что вот именно это должно... Да. Это вроде бы ему увеличило радиус. Да. Это вроде бы ему увеличило радиус. Ну. Потом посмотрим на что она будет способна. На сколько джейк с ней будет сильнее. Как минимум. Так. Окей. Так. Все. Так. А чем сказал он будет сильнее. У нас тут... Уже 15 раунд из 30. Уже 15 раунд из 30. То есть пока что у нас прям идет все нормально. не арт. Я не могу. Действительно очень прикольно. Так. Вот. Сверхум. Знакомство с оружием. Что вот скорострельную стрельбу нам точно надо будет поставить. Она быстрее стреляла по комфлированным шарам. Ну или вообще по обычным шарам. Ну вот радиус поражения вот это я уже не знаю. У нас в принципе он не так очень большой. Предостаточный по крайней мере мне так кажется. Поэтому можно будет сейчас деньги отдать на джейка. Или жду макса. Слушайте. Вот сюда куда-нибудь поставить. Потому что тут тоже написано что второй уровень сложности у карты. может быть в чем-то будет туда подстава. Хотя этого я не хотела бы. Надеюсь что все будет нормально. И мы с легкостью пройдем этот уровень. Острые дротики. Надо еще вот быстрый бросок сейчас прокачать. Вот кстати первый комфляж. Она пока одна справляется. Хорошо что она прям с атаки сразу же этот комфляж сносит. И пим помогает добить его. Так быстрый бросок. Уже 27 раунд из 30. То есть уже совсем чуть осталось. И эту карту мы прям вообще хорошо проходим. Даже ни один шар пока что у нас не прошел. Больше дротиков конечно. Я бы еще тут вкачал более острые дротики. Тоже в принципе сделал. Так. Вот эта троица пока что у нас прям очень сильна. И им предостаточно быть втроем. И Джейк у нас как для подстрафовки. О 30 раунд. То есть уже последний идет. До Джейка даже не дошло. То есть. Ну если он еще иногда бил. Все. А сейчас уровень уже пройден. Сундук. Как в чем дадут? Монеты. Якори. Шар желаний. Самый обычный. Очки опыта. Жак что самый обычный шар желаний. Так. Так как нам за второй уровень дали аж зеленый. Я думаю что здесь что-нибудь по крутию дадут. Йо-хо-хо. Капитан Кэсси еще раз наведет ужас на все моря и океаны. Кэсси нам нужна твоя помощь. Извини Максик. Я хочу награбить сокровь в другом месте. Кэсси воздушные шары завладели землей. У-у-у-у. Убирайся Макс. Я не хочу присоединяться к вашей дурацкой компании. Ничего себе на крысу такое. Ну и по мгаму она такое творит. Подожди-ка. Это было не очень по-пиратски. Ты настоящий пират? Ааа. Разгради меня гром. Троеточие. Хорошо я помогу вам. Полундра. Пришло время покормить рыбок. Ааа. Плюсы. Может размещаться на воде. Минусы. Средняя скорость атаки. А тип оружия бомба. Способность. Аа. Прилипание к шараму А. При нанесении серьезного урона. Что-то как-то Джейк прям. Лишком легко его убедил. Это очень странно. Вот знаете. Я чуть немного в кейсе развлечировалась. Вон она нормально. А тут она бать. Киданула просто. В общем не собиралась. Но Джейк. Ооо. Шар желаний. Синий. Василанова. Синий шар желаний. Это прям круто. Так. У нас прям сейчас будет открытие. Да. Где мы прям сейчас. Что же тут. Ааа. Без особых свойств. Скорость плюс 15%. Афин защищен от негативного влияния. Электризованные полы. Лава. Горячая поверхность. И так далее. Без. Давайте слушать для афина вот это вот. Ну точнее выберем. Ну конечно не знаю в чем прикол. Потому что действительно прям пригодится. Так. Обычный шар желаний. Очень даже зеленый. Тут есть. Необычный. Воздушные шары. Пораженные атаками. Дают один дополнительно ядовитый урон. В секунду. В течении трех секунд. То есть плюс 3 урона. Ну давайте сразу его возьмем. И не против. Это будет очень полезно. Так. Остальное мы сбрасываем. Главное. Так. Собираем задание. И дайте нам награду. Все. Так. Три обычных. Необычных шара желаний. Яшневая бомба. Радиус плюс 4. Дополнительно плюс полторы. К дальности атаки. Если персонаж этим улучшением использует палочку. А это вроде бы как раз таки ледяной король. Майперский берет. Дополнительно плюс 2 дальности атаки. Если надет на обезьяну. Тут лучше тут везде радиус атаки. Ну давайте лучше это возьмем. Ну вот как раз на кисть все пускай будет. Так. Сбросить. Сейчас еще раз два. Шары желаний. Мягкие кредельки. Радиус плюс 1. Скорость плюс 2 процента. Снижение стоимости всех союзников на 5 процентов. При использовании персонажа этого улучшения. Ага. Плюс 1 колющие силы персонажа в радиусе действия. О давайте слушайте это возьмем. Это будет очень полезно как по мне. Нам на Джейка. На Марселина. Еще там на кого-то вроде бы идет. Так. И третий что нам даст. Опять пиратка шляпа. Опять деревяшка. Односовая бомба. Увеличивает радиус взрыва на 5 процентов. Плюс 1 процент за каждые 2 звезды уровня. Давайте вот это вот возьмем. Так как у нас все остальное уже было. И мы сейчас просто знаете полный сет. Собираем для Кэсси как будто. Так. То есть вот сейчас она у нас же тут как персонаж появилась. Да. И у нас тут 2 оружия есть для нее. Преброски взрываются как все. Вот давайте вот это вот. Пускай взрывы будут. Союзник вот у нас. Какая обычная будет. Безделушки. Угу. Вот как раз таки это Кэсси. Задушные шары пораженные атаки. Секунду. Учини 3 секунды. Пускай вот эти вот 2 будут. 2 безделушки в принципе неплохие. И на этом мы наверное будем заканчивать это видео. В принципе мы очень много на проходили. Очень много успели сделать. Надеюсь что вам понравилась эта серия. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. А с вами был Диктофон. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok